добрый вечер всем кто к нам присоединился продолжаем наш наше обсуждение в условиях продолжающейся войны конечно все очень нелегко у многих из нас члены семьи так или иначе в этом деле задействованы служат сыновья мужья отцы в общем хотелось бы опять же начать какой-то каким-то общим пожеланием общей надеждой на то что силы зла все-таки повержены силы добра восторжествует как раз то что мы сегодня будем читать первой маковейской книги в каком-то смысле это проиллюстрирует как это может произойти и и ближе к концу этой главы появится то что вошло в заголовок сегодняшнего занятия забытый праздник день никонора о котором мы поговорим но мы начнем сейчас читать сначала главы я только напомню что то чем мы завершили это история героизма или азара сына иуды брата иуды мы сравнили ее с историей старой маковейских недели с старцем или азаром и было еще несколько таких небольших эпизодов во противостояния в конце шестой главы и собственно на этом мы закончили вот так ты меня не сделал сок костом я не могу открыть и надо когда ты про сто процентов сейчас подожди окей спасибо вот мы открываем наш текст который россия снова заранее прошу извинения за перевод интернетный который не является образцовым но мы им пользуемся и так в 151 году по естественно по македонскому летоисчислению речь идет о 162 году до новой эры вышел из рима димитрий или диметрий сын селевка и с немногими людьми вошел один приморский город и там воцаре причем идет речь надо помнить некоторые контексты исторический селевк был старшим братом антиоха эпифана и антиоха эпифан находился в качестве заложника время достаточно долгое время селевки его выкупил но он должен был заменить кем-то он отправил туда не более не менее как своего сына вот этим сыном являлся диметрий мы не знаем на самом деле какие эмоции двигали селевкам был ли это какой-то политический расчет было ли это какая-то гипертрофированная любовь к нашему брату трудно сказать это те факты которые нам известны диметрий оставался качестве заложника время все время правления и антиоха эпифана и собственно антиоха эпифан в отличие от своего брата никакого благородства не проявил своего племянника не попытался из плена римского каким-то образом освободить а воцарил своего сына своего сына антиоха пятого малолетнего и видимо этими решил воспользоваться диметрий понимавший что власть в антиохе начинает шататься и он не он и до этого пытался убедить римлян его отпустить но они отказывались считая его достаточно важным заложником и какой-то момент он бежал он бежал более удачно чем к сожалению наши заложники бежали из хамасовского плена его побег тщательно подготавливался написан римским историком полибием который его собственно во время этого подбега сопровождал и он сначала доплыл до финикийского побережья там и объявил себя царем как сказано и после этого дошел до царской резиденции в антиохи и вот как сказано во втором стихе когда он входил в царственный дом отцов своих войска схватила антиоха и лисия чтобы привести их к нему антиох это повторяю малолетний 12-летний двоюродный брат диметрия лисий это как бы его опекун попечитель после гибели филиппа диметрий разбираться не стал как тут сказано стало известно ему он сказал не показывайте мне их лиц судя по всему это один из гибраизмов которыми насыщена первая маковейская книга известное нам выражение не закройте лицо на вот и гейстера например встречается на закрыть лицо это значит фактически предать казни и их убивают на тогда воин убили их и воссел диметрий на престоле царства своего это как бы заставка к тому сюжету который мы сейчас начинаем читать то есть в селевкидской царстве начинается новый период новый царь новая метла по-новому метет но для евреев это не привело каким-то позитивным изменениям и пришли к нему все мужи беззаконные и нечестивые из израильтян я напоминаю что в контексте первой маковейской книги беззаконные и нечестивые мужи из израильтян это те которые сотрудничали с властью селевкидов и кто полностью а кто частично приветствовали программу эллинизации которая которую селевкидские власти в той или иной мере пытались внедрить и ими как тут сказано предводительствовал алкин домогаясь веществ алкин это грициизированная форма имени или ким судя по всему так звали одного из последних царей иудеи эпоху первого храма имя довольно распространенное теперь об этом алкими более подробно рассказывается во втором и кавейской книге по той причине что там вообще достаточно много внимания уделено истории смены людей на поспу первого священника должности первого священника именно из 2 маковейская книга является источником наших знаний о о назначении священниками о конце управления ониадов на законное первого священнический род о назначении ясона сначала а потом менялая и рассказывается о втором и кавейской книге что менялай который опять же в той книге является неким таким ультимативным символом или не зато главным злодеем был в результате наказан за свои грехи и казнен в антиохии и вот именно тогда назначают на пост первого священника на должность первого священника вот этого алким а это вот происходит как раз где-то в самом начале сто шестидесятых годов деметрий воцарился в сто шестьдесят втором это где-то вот скорости после этого происходит и они обвиняли перед царем народ говоря погубил иуда и братья его друзей твоих и нас выгнали из земли наши а на самом деле как бы вот этот мотив жалоб и плеветы на иуду и его сторонников это один из таких постоянно повторяющихся мотивов первом и кавейской книге эти эллинизаторы они к тому же еще и наушники вот они как бы предлагают царю вмешаться чтобы навести порядок и так пошли теперь мужа кому ты доверяешь пусть он пойдет и увидит все разорение которое они причинили нам и стране царя и пусть накажет их и всех помогающим их им понятно что у читателя почти при чтении строк возникает вполне устойчивая антипатия по отношению к этим людям а который предают своих а это такое правительство виши так сказать и говорится что царь избирает бакхида одного из своих военачальников он был он уже упоминался в истории антиоха эпифана он уже тогда выдвинулся и остался и после смерти антиоха эпифана в числе царских приближенных царских друзей вот он выбирает его он управлял как тут сказано по сторону реки или более принятая терминология по-русски заречья это буквальный перевод с арамейского авар нагара или это да это собственно говоря вся территория которая простиралась к западу этой фрата и вплоть до границ египта значение существовало еще во времена персидской империи а вот и и вот этого бакхида царь новоиспеченный царь посылает его а также как сказано нечестивого алкима заметить что речь идет о человеке который претендует на должность первосвященника да и он он называется здесь главным нечестивцем предоставив ему священство и повелев ему сделать отомщение сынам Израиля так первосвященник который противостоит сынам Израиля естественно с точки зрения нашего автора не имеет права на эту должность а на самом деле мы можем сказать что именно вот с этого периода с маковейского с периода непосредственно предшествующего восстанию маковеев и далее началась постоянное конфликтное развитие постоянное развитие конфликтной ситуации вокруг борьбы за должность первосвященника и все время есть какие-то круги в народе которые считают что те кто занимают эту должность осквернили ее и не имеют права ее занимать а в глазах хасманийской династии и ее приверженцев каковым был автор первой маковейской книги Ясон Маковей Ялкин эллинизаторы значит они не имели права быть первосвященниками но те сами хасманий которые потом впоследствии становятся первосвященниками по роду своему не должны были этот пост занимать поэтому мы знаем что руководители кумранской секты кумранской группы считали что храм Иерусалимский я сквернен что там нечестивые священники священника называют на иврите кумранских текстах коген хороша и это один судя по всему один из первосвященников хасманийской династии и так дальше это продолжается вплоть до разрушения второго храма и так вся эта делегация и армия отправилась и прошла в землю иудейскую с большим войском и Баххит послал к иудеи братьям его послов с мирным но коварным предложением так с появлением Деметрия изменяется немножко тактика греческих военачальников если до сих пор они били в лоб они просто нападали и пытались своей силой и числом одержать победу над иудой то теперь видя что это не получается они пытаются взять его хитростью обмануть и это на самом деле будет продолжаться и дальше иуду правда хитростью уничтожить не удалось но именно хитростью уничтожили брата иуды первого фактически настоящего первосвященника признанного греческими властями руководителя израиля и также хитростью был уничтожен и Шимон но как тут сказано они не вняли словам ибо видели что они пришли с большим войском иными словами иуда не поверил Баххиду однако тут есть такой некий подсюжет значит мы не знаем на самом деле почему это происходит но какой-то раскол обнаружился войске иуды святоприверженцев иуды значит а именно говорится о том что некая группа пришла к Алхиму и Баххиду вести с ними переговор искать то сказано в справедливости или искать правду значит под книжниками судя по всему имеются в виду мудрецы или мучители закона а хасидеи или осидеи уже упоминались выше во второй главе как те кто присоединился к иуде на определенном этапе и вот эти люди пытаются вести переговоры с Алхимом и Баххидом надеясь видимо положить конец войне первых из сынов израиля были осидеи они искали у них мира ибо говорили священник от племени Аарона пришел вместе с войсками не обидит нас значит как бы очевидно опять у нас нет возможности подтвердить или опровергнуть то что здесь написано но понятно что автор преследует здесь некую цель сейчас увидим чем это закончится он как бы хочет дисквалифицировать дискредитировать того же Алхима он первосвященник здесь он его даже готов назвать священник племени Аарона то есть тот от кого ожидается абсолютная чистота помыслов возможно мы не знаем уже тогда существовало представление которое впоследствии станет таким довольно доминантным в раввинистической литературе Аарон Родев Шаном так что брат Муше Аарон а таким он представит в Медрашах он тот кто пытается все время значит как бы привести к миру между враждующими конфликтными сторонами но он их обманул и он говорил с ними мирно и клялся им и сказал мы не сделаем зла вам и друзьям вашим и они поверили ему а он захватив из них 60 мужей умертвил их в один день как сказано в Писании тела цветы твоих и крови пролили вокруг Иерусалима и некому было похоронить их значит прежде всего это на самом деле до конца непонятно кто совершил это убийство совершили его баххид а Алким это как бы своим молчанием своим молчанием это утвердил не воспротивился так это понимает Иосиф Флавий 12 книги иудейских древностей считает что и сделал это именно баххид согласно первой макавейской книге вроде как получается что Алким был таким страшным преступником что несмотря на свое первосвященство поднял руку на своих собратьев и уничтожил их видал их казнь этих самых осидеев тут цитируется стих из 79 псалма это псалом такой очень значимый некоторые считают что это достаточно поздний псалом даже те кто пытаются датировать его как раз макавейским макавейским временем хотя у нас нет прямых доказательств тому что есть столь поздние тексты в Танахе но это такой очень знаковый псалом которым говорится что народы вошли в свое наследие и осквернили храм твоей святости и действительно 2 и 3 стихи звучат именно так что они бросили трупы рабов твоих птицам небесным и плоть твоих праведный косидеха это вот как бы перекликается со словом осидеи которые здесь они отдали зверям земным пролили кровь их как воду вокруг Иерусалима и никто их не хоронил а вот значит как бы о чем идет речь в псалме мы точно знать не можем но мы уже видели что автор первой макавейской книги иногда цитирует библейские тексты иногда на них намекает то есть у него вполне такое типологическое мышление тексты эти абсолютно релевантны для той ситуации которую он описывает они как бы над временем и вот при помощи этого текста он и дискредитирует алкима потому что здесь же идет об осквернении храма да кровь пролили вокруг Иерусалима осквернили храм и во главе этого стоит не более не менее как первосвященник и напал от них страх и ужас на весь народ и говорили нет них истинной правды ибо они нарушили постановление и клятву которой клялись по словам флавия было даже нечто позитивное в этой тяжкой ситуации ибо вследствие гибели этих шестидесяти человек иудеи поняли что договариваться с алкимом невозможно договариваться с ним невозможно и бакхид понимая это уходит из Иерусалима и решает начать военные действия он располагается в некоем месте Бейтзайт да это немножко к северу от Бейтсура примерно в 25 километрах к югу от Иерусалима в сторону Хеврона и вот бакхид расположился именно там и там он и ведет военные действия послав поймал многих избежавших от него мужей и некоторых из народа заколол и бросил их в глубокий колодец значит мы не знаем мы не знаем чем мотивирована столь такая столь большая жестокость бакхи да потому что если значит тут на самом деле перевод то не точный я вот сейчас зачитаю перевод более правильный он послал людей и схватил многих из тех кто оказался перебежчиком его ряды а также кое-кого из народа принес их в жертву бросив большой колодец да значит все это довольно странно зачем бакхиду было нужно уничтожать тех которые 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 вообще говоря как бы ему готовы готовы были ему служить может быть опять же если это событие событие вполне реальное то может быть это делается для устрашения а может быть а может быть как бы для устрашения всего народа а может быть и для того чтобы как бы дать бакхид был глубоко разочарован тем что ему не удался его ему не удался его хитрый маневр с иудой и он выместил злобу на тех кто к нему же и пришел значит здесь не точный перевод повторяем и в результате в результате бакхид уходит поручив страну алкему и оставив с ним войско на помощь ему бакхид отправился к царю с докладом алким же домогался как тут сказано первосвященство опять-таки мы на самом деле не знаем не знаем точно не знаем точно таков был процесс назначения алкима видимо как бы были какие-то сопротивлявшиеся ему силы и поэтому он был вынужден каким-то образом маневрировать вот вот касательно кстати говоря как этого немножко странного поступка бакхида возможно что автор наш ориентируется немного на историю которая описана в Танахе в книге Ирмияу о том как Ишмаэль Бен-Натания который претендовал на власть в Израиле и убил Гидалию сына Ахикама после разрушения первого храма и вот он поймал десяток человек там сказано и бросил заколол их и бросил в яму в Ишхатем Ишмаэль Бен-Натания Эль-Тоха Бор Ува Анашима Шернито и если в самом деле если в самом деле автор первого книги ориентировался на эту историю то это дополнительный аргумент в пользу того что у него такое типологическое мышление враги ведут себя тоже одинаково тогда Ишмаэль поступил коварно и несправедливо с людьми которые пытались как-то вести с ним переговоры убил их и бросил в яму и так же точно поступают Бакхид вместе с Алкину и вот рассказывается дальше и собрались к Алкину все возмущавшие народ свой и овладели землю иудейскую произвели великое поражение в Израиле опять же автор маковейской книги не старается здесь подробно описывать эти вещи очевидно что это нелегкий период для иуды маковея его сторонников очевидно что он терпит поражение и вынужден отступать это как бы такой постоянный пинг-понг то одна сторона одерживает победу то другая и увидел Иуда все зло какое причинил Алким со своими сообщниками сынам Израиля больше нежели язычники и обойдя все пределы иудеи сделать омщение отступникам и они перестали входить в эту страну или правильнее сказать они остерегались делать вылазки в окрестности там где находился Иуда Алким же увидел что Иуда и находившиеся с ним усилились понял что не может противостоять им возвратился к царю и жестоко обвинял их уже второй раз и вот здесь мы подходим к второй части главы где появляется персонаж уже упомянутый ранее некто Никанор один из селевкинских военачальников и вот этот Никанор и окажется виновником так сказать в кавычках установления некоего праздника который потом был забыт вот что рассказывается тогда царь послал Никанора одного из славных вождей своих ненавистника и враждебного Израиля и приказал ему истребить этот народ то есть все накаляется и речь уже идет не просто о победе над повстанцами а в уничтожении Израиля то есть с точки зрения автора первой маковейской книги Деметриев ничуть не лучше а в чем-то может быть даже и хуже антиоха эпифана он хочет физически истребить народ Израиля Никанор придя придя в Иерусалим с большим войском послал киудей и братьями его коварно со словами мирными то есть опять же та же самая тактика используется попытаться попытаться обмануть да не будет войны между мной и вами я войду с немногими людьми чтобы видеть лица ваши в мире опять же гибраизм видеть лица ваши в мире и пришел он к иуде и приветствовали друг друга мирно а между тем воины были приготовлены схватить иуду иуде сделалось известным что он пришел к нему с коварством поэтому он боялся его и не хотел более видеть лица его опять же весь этот текст достаточно краткий насыщен выражениями которых проглядывают очевидные еврейские фразеологизмы не хотел более видеть лица его и когда Никанор узнал что умысел его открылся он вышел против иуды на сражение близ место называемого Хафар Салама то есть Кфар Шальма а мы не знаем точно где это находится но где-то в десяти километрах к северо-западу от Иерусалима есть некая арабская деревушка под названием место такое под названием Хирбет Сельма вероятно это оно и есть и пало из бывших при Никаноре около пяти тысяч мужей а прочие убежали в город Давидов то есть скрылись все в той же акре тогда Никанор начинает усиливать свое давление после того Никанор взошел на храмовую гору из чего мы заключаем что Иуда был временно вынужден был оттуда отступить еще до появления Деметрия мы читали что Лисий вместе с Антиохом Пятым поднимались на храмовую гору и разрушил крепостную стену вокруг нее которую построили при Иуде и вот Никаноров входит туда к нему навстречу выходят некоторые священников и старейшин чтобы мирно приветствовать его и показать ему всесожжение приносимое за царя то есть проявить лояльность любопытно что это в некотором смысле напоминает ситуацию во время антиримского восстания в шестидесятые годы первого века когда тоже священники в Иерусалимском храме были настроены более или менее не то чтобы лояльно но по крайней мере не стремились к такому сожжению мостов но их поведение не убедила Никанора и он как тут сказано отсмеял их надругался над ними и осквернил и говорил высокомерно и поклявшись гневом сказал если не предан будет ныне иуда и войско его в мои руки то когда возвращусь благополучно сожгу дом сей то есть храм и ушел с великим гневом а священники вошли и стали перед лицом жертвенника и храма заплакали и сказали ты господи избрал дом сей чтобы над нем нарицалось имя твое и чтобы он был домом молитвы и моления для народа твоего отомсти сделай отомщение человеку этому войску ему пусть падут они отмечав вспомни их кощунство не позволь им устоять значит опять-таки молитва этих первосвященников очень сильно напоминает нам библейские тексты в частности то что написано в книге царей малахим о храме царь шлумо построив храме открывая его произносит очень похожие слова про то что он назван именем бога что он дом молитвы для народа израиля не только для него и вот собственно говоря сама битва да и никонор выходит из аквы из иерусалима и располагается станом при бейт хороне да бейт хорон тоже место известное бейт хороне которая как бы находится к северу от иерусалима и все как бы войско присоединяется в этот момент к нему и и и уда же с гораздо меньшим войском с тремя тысячами а флавий называют здесь две тысячи воинов располагается станом при некоем месте называемом адаса или видимо на иврите хадаша значит к северу от иерусалима по дороге на бейт хорон действительно есть такое место вот и флавий упоминает это место и иуда помолился и сказал господи когда посланные царя ассирийского произносили злоху то пришел ангел твой и поразил из них сто восемьдесят пять тысяч так сокруши ныне перед нами сие полчища да познают прочие что они произносили хулу на святыне своей и суди их по злобе значит опять же такого рода молитвы уже уже мы находим в танахе когда упоминаются какие-то прошедшие события где бог вступился за народ израиля и спас его и его просят проявить снова свою мощь и поддержку и потом в текстах эпохи второго храма перечисляются очень часто целый ряд таких событий вот здесь упомянуто одно но оно как бы такое достаточно значимое знаковое событие это осада синахилибом в 701 году до новой эры Иерусалим в то время где царствовал царь Хискияу который поднял восстание против Ассирии что кончилось достаточно серьезными проблемами царь Ассирий Синахилиб пришел с карательным походом сжег всю иудею захватил второй по значению город в иудее тогда Лахиш и многих увел в рабство а Иерусалим устоял есть две версии почему он устоял более прозаическая мы когда-то это обсуждали согласно этой версии Хискияу откупился от синахилиба и более такая легендарная поэтическая согласно которой бог вступился за Иерусалим и послав ангела перебил ассирийское войско и хотя как бы аналогия здесь не полная потому что здесь нет осады но как бы есть мощное греческое войско ему противостоит маленькое войско иуды казалось бы нет никаких шансов на победу но иуда знает что бог может даровать победу и малому войску и поэтому он обращается к нему с этой просьбой и это и происходит и вступили войска в сражение в тринадцатый день месяца адара и разбито было войско Никанора и он первый пал в сражении когда же воины его увидели что Никанор пал то побросав оружие свое обратились в бегство и преследовали их израильтяне целый день вот это и самое Адас и Ашадаши до Гезера то есть такое довольно значительное расстояние в общем от этой Адасы это примерно около сорока километров вот и трубили вслед вестовыми трубами знак победы и выходили из всех окрестных селений иудейских и окружали их и они оборачиваясь преследовавшим их все пали отмечая ни одного не осталось из них мы собственно узнаем опять же библейский стиль ни одного не осталось из них впервые такая фраза появляется в связи с египтянами потонувшими в море и это еще несколько раз появляется в Танахе утверждение что все враги были уничтожены до последнего лониш ар и хад мегем вот и здесь тоже здесь тоже как бы такая полная полная победа и взяли иудеи добычу и награбленное ими то есть награбленное врагами отрубили никонору голову и правую руку его которую он простирал надменно в сторону храма и принесли и повесили перед Иерусалимом отрубленная голова она конечно нас немедленно обращает к разного рода текстам во-первых к тексту сражения между Давидом и Голиафом а Давид победив Голиафа отрубил его голову а кроме того также поступает и иудит в одноименной книге которая была видимо написана примерно тогда же когда и первая маковейская книга и тоже видимо изначально на иврите иудит который отрубает голову вражескому военачальнику Аллаферну и хотя там речь идет вроде как в этой книге полная путаница как хронологическая так и географическая вроде как это ассирийский военачальник но но на самом деле по ряду параметров понятно что речь идет о противостоянии евреев греков таким образом неконор предан поруганию точно как говорится мера за меру да он надменно говорил о храме грозил его сжечь и вот результат народ весьма радовался и провел тот день как день великого веселья и установили ежегодно праздновать этот день тринадцатого числа адара и успокоилась земля иудейская на некоторое время окончание этой главы она в духе книги судей книга судей когда рассказывает о победах шовтим судей говорит и успокоилась земля сорок лет на восемьдесят лет то есть опять же здесь наш автор использует как библейскую терминологию так и пытается воссоздать атмосферу библейских текстов описывающих победу Израиль на это он ориентировался это по сути дела одна из самых убедительных побед иуды после того как он смог войти в Иерусалим и очистить храм вот это вторая такая победа вот видимо она была столь значима что в честь нее был установлен праздник Иосиф Лавий пишет в этой связи что этот праздник этот праздник празднуется до сих пор то есть до его дней как тут сказано в сей день евреи до сих пор ежегодно справляют эту победу и признают вот этот день праздничный вот этот день неконор теперь любопытно что этот день упомянут и в раввинистических источниках я открою сейчас зачитаю вам отрывок из талмудического трактата Таанид в Вавилонском Талмуде который упоминает так называемый день неконор и спрашивает что такое день неконор если этот вопрос задается то по всей видимости в это время он уже перестал праздноваться и остался лишь как бы наследием прошлых и ответ такой неконор был одним из вождей греков и каждый день поднимал руку на иудею иерусалим и говорил когда она когда иерусалим падет мои руки я растопчу его это не совсем то что описывает автор маковейской книги автор маковейской книги описывает некий единоразовый эпизод где неконор надменно разговаривая с первосвященниками со священниками сказал что если ему не выдадут иуду то он возвратившись с победой сожрет храм здесь это превращается в какое-то такое постоянно повторяющее событие повторяющее событие каждый день неконор поднимал руку на иерусалим как бы память об этой поднятой надменной руки вот она как бы идет корни проистекают отсюда до из первой маковейской книги и значит и дальше рассказывается дальше рассказывается так и когда победил дом хасманеев то отрубили неконору большие пальцы на руках и на ногах это немножко не то что написано в первой маковейской книге и повесили их на вратах иерусалима и сказали уста или рот который говорил гордо и руки которые поднимались на иерусалим сверши по отношению им к ним мещение а это ровно та молитва которую священники обратились к богу отомсти человеку сему и воинству его пусть они падут от клинка так описан в талмуде этот так называемый день он появляется еще в одном тексте и в общем это на самом деле вот этот рассказ который я сейчас прочитал он является более распространенной версией того что в очень краткой форме сказано в так называемом произведении мегелат таанит мегелат таанит мегелат таанит мегелат таанит это такое очень любопытное произведение многослойное которое создавалось по частям оно видимо его основа создана еще в раннюю мишнаистскую эпоху до того что раби иуда анаси произвел редакцию мишны и это как раз была эпоха возрождения очередного возрождения еврита во времена иуда анаси а этот текст мегелат таанит был написан раньше на арамейском языке и он дает краткие указания касательно дней в которые запрещено поститься и держать траву и он построен по месяцам да вот какие как календарь такой дни в каждый месяц и вот по поводу месяца адар в частности говорится в тринадцатый день это день неконор второй слой мегелат таанит это пояснение схолии на иврите к этим кратким календарным заметкам эти текст этот текст был создан позднее текст на иврите мы не знаем что чему предшествовал талмудический текст который я вот сейчас вам перевел или тот текст который содержится мегелат таанит но это в общем один и тот же рассказ то есть кто у кого взял трудно сказать во всяком случае это некий праздник теперь возникает вопрос а почему собственно этот праздник был забыт а его праздновали тринадцатого числа месяца адар тему видимо было две причины которые мы сейчас упомянем одна причина заключалась в том что он был слишком близко к пуриму сегодня мы постимся в этот день как раз тринадцатого числа адара так называемый пост эстер таанит эстер после чего два дня праздника пурим четырнадцатого и пятнадцатого адара четырнадцатого вне окруженных стенами в городах на сегодняшний день в Израиле практически во всех кроме старого города Иерусалим или Иерусалима вообще вот возможно что одна из причин того что этот праздник был отменен это его близость к пуриму и столкновение с установленным постом но с другой стороны может быть причина носила и более общий характер в Талмуде опять же в трактате Роша Шана есть обсуждение касательно того какой статус галахический имеют установления вот этой Мегилат Таанит там спор между двумя мудрецами один говорит она имеет полный галахический статус надо соблюдать то что в ней написано а другой говорит все что написано в Мегилат Таанит потеряла свою галахическую силу она уже не имеет не имеет законодательной силы и действительно галах в конечном счете такова что все упомянутые в Мегилат Таанит дни которые нельзя поститься и держать траур потеряли этот свой галахический статус за исключением Пурима и Хануки Пурим и Ханука тоже упоминаются в Мегилат Таанит естественно так вот только Пурим и Ханука вот возможно что это дополнительная причина почему день Никанора был забыт третья возможная причина которую я тоже в этой связи упомянул это то что мы обсуждали в связи с праздником Ханука и чудом рассказа чудес кувшинчиком масла с кувшином масла да как бы недостаточность военной победы для того чтобы праздник был установлен на века и хотя автор первой маяковейской книги старается придать этой победе некий религиозный характер поскольку сравнивает ее со спасением во времена сирийского нашествия иуда молится но в целом это как бы описано как некая военная победа и возможно мудрецы которые не стремились увековечивать военные победы вообще и военные победы Хасманея в частности оставили этот как бы вывели этот праздник за скобки вот но тем не менее для нас интересно узнать что существовали в эпоху в эпоху второго храма праздники которые праздновали всем народом Израиля и потом исчезли мне хотелось бы закончить тем поскольку в наше время тоже были установлены праздники разного рода например естественно такой праздник как день независимости Израиля хотелось бы пожелать заключение сегодня нам всем чтобы был установлен праздник победы над нашими врагами в Газе и не знаю в какой мере такой праздник кажется возможным если это дело не будет доведено до конца как именно оно будет доведено до конца мы не знаем этот счет предлагаются разные варианты но все же хотелось бы чтобы Израиль достиг убедительные победы и отвадил бы своих врагов от желания постоянно нападать и убивать портить жизнь нашему народу и нашей стране на этом я сегодня завершу скажу только что в следующий раз на исторической сцене появится Рим и это очень интересный тоже такой момент переговоры которые Иуда Маковей вел с Римом и что из этого вышли в близкой перспективе и в дальней перспективе понятно что это тоже может быть вполне релевантно для нас сегодня поскольку Рим для Иуды Маковея в те дни был все равно что Америка для нас сегодня вот на этом я поставлю сегодня точку и если есть вопросы и замечания то их самое время задать сейчас народ ждем вопросы есть ли вопросы есть ли замечания касательно прочитанного нами народ вопросы про Никанора народ вопрос вопрос такой есть ли какой-то независимый источник то что мы подтвердили то есть не не ссылающийся на первую книгу Маковеев нет только нет такого источника нет если вы имеете ввиду касательно дня Никанора все источники которые у нас есть это маковейские книги древности флавия и раввинистическая литература она когда в каком-то смысле независима от маковейских книг она напрямую не опирается на них но она конечно косвенно черпает из той же традиции то есть это не какой-то внешний независимый источник но у нас нет никаких собственно говоря оснований сомневаться в самом историческом факте победы Иуды Маковея над Никанором фактом гибели этого Никанора и в конечном счете факты подтвержденные состоят в том что вся эта борьба привела к независимости иудеев и к тому что селефтидские правители вынуждены были принять эту независимость и еще просто да такой вопрос в отношении численности то судя то есть ну то что с одной стороны просто совершенно разный порядок тех кто там выходит там у нас три тысячи да с нашей стороны и там какие-то совершенно невообразимые полчища да должны с ними сражаться то есть как как это совместить ну смотрите как бы тут с одной стороны всегда конечно можно сказать что цифры преувеличены и преуменьшены что иуды было большее войско и у селефтидов было меньшее но понятно что все равно соотношение численности несравнимы с другой стороны как бы хотя это и выглядит в общем достаточно таким удивительным событием хотя в глазах первого автора первого макавильской книги ничего не было он это понимал как победу дарованную Богом но мы можем вспомнить события недалекого прошлого в конце концов если вспомнить шестидневную войну которую Израиль убедительным образом выиграл там тоже соотношения были пусть не такие конечно но но все таки тоже несравнимо значит численность врагов и и войска Израиля смотрите конечно всегда можно говорить о профессиональной непригодности того или иного войска наверное большую роль играет все таки мотивация мотивация которая если как бы войско настроено на победу и войско понимает что оно сражается за правое дело за себя за свою землю вот то могут быть всякие неожиданности ну в общем это такой тоже библейский топос это постоянно повторяющаяся идея малое войско Израиля побеждает численно превосходящие войска особенно этим славно книга Деврея Мим книга хроник которая очень любит такими цифрами оперировать и может даже иной раз сказать что вот напала на еврейского царя Асу некий зерах напал которого там войско насчитывало миллион миллион и тем не менее значит оно было разгромлено понятно что это преувеличение в общем сам по себе факт победы меньшего войска над большим не невозможен окей друзья я бы хотел сегодня в такой непростой момент закончить чтением короткого псалма опять же и за победу нашей нашей армии и за освобождение заложников за как можно меньшее количество жертв с нашей стороны псалом короткий его все время читают но я думаю что уместно его прочесть сейчас шер это псалом которым псаломопевец обращается с просьбой о помощи богу и выражает уверенность в том что бог не оставит свой народ он его охраняет и как бы дан намек в последнем стихе на военную сторону дела господь храните твои буквально выходы вход навеки выходы входы такое оборот библейский который обозначает выход на войну и возвращение с нее вот благодарю всех за внимание и до встречи через неделю все желаем спасибо всех армии как можно меньше ужасно тяжелое время ужасное тяжелое время испытаний не помню когда в течение 30 лет в Израиле было такое время ужасное время ужасное время то будем надеяться на это все дима спасибо огромное пока спасибо просто спасибо 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 спасибо